друзья здравствуйте сегодня мы будем говорить о телепатии почему ее нам выключили каждый раз когда мы касаемся телепатии мне хочется акцентировать внимание на то что во первых слово то неправильно смотрите теле это передача патия это болезнь то есть нам благое явление которое было нашей нормой которая считалась обычным разговором друг с другом соответственно связали с болезнью а что делает организм когда он чувствует что он болен он пытается выздороветь то есть понятие на энергоинформационно нам связали казанье это правильное название телепатии значит показывать образы то есть передавать образы другому человеку так вот нам это все связали с болезнью и энергополе которая соответственно болезней она стала работать против телепатии то есть когда мы произведем переименование и телепатия перестанет называться телепатия будет правильно называться казанием отсюда показывать указывать до помню таки казать в украинском языке есть такое слово вот ну говорить попросту так вот тогда у нас будет шанс восстановить телепатию а теперь смотрите фокус был такой медицинский опыт людям надели очки которые но за счет оптических эффектов переворачивают реальность через некоторое время мозг перестроился он перевернул картинку и мы все равно не стали видеть такой какая она есть а потом сказали снимите очки и люди сняли очки и они продолжали видеть мир перевернутым то есть наш мозг он поддерживал искажение а теперь задумайтесь какие еще дополнительно искажения поддерживает наш мозг ведь у нас системе очень много чего что мы не просто не замечаем мы смотрим и не видим что на самом деле перед нами потому что есть такое понятие как энергополе и когда вот люди мне говорят мне очень трудно сыроедить или там переходить в автономии еще что-то а почему трудно потому что все вокруг кушают это поле из которого энергетически вырваться очень сложно то есть получается когда нам в определенный момент вбили какую-то иллюзию наш мозг закрепил ее и в детстве дети видят сущность у них открытое видение почему потому что они еще не знают как правильно да с точки зрения системы они видят мир реальным так вот нужно задаться вопросом какие еще иллюзии какое количество в процентном содержании поддерживает наш мозг потому что передача образы другому человеку возможно только если вот здесь есть правильное осознание того чего мы видим а если мы поддерживаем иллюзии своей биологии морфологии своей физикой своими вот мозговыми процессами то мы даже будем передавать образы но мы не будем понимать что мы это делаем вот чем суть понимаете какая беда это второй аспект то есть нужно избавляться от иллюзий видеть мир таким какой он есть она очень хорошо зомбирует все через телевидение сми и в целом до всякие пиар компании нам вбивают мозг музыку которая якобы правильно популярна правильно и популярна срамота на самом деле срамота не текстов нормальных не мелодий нормальных и выглядит так как будто из там публичного дома и всех взяли но сами понимаете да что это не то на что нужно ориентироваться но мы находимся в поле таком к из которого сложно вырваться и в определенный момент люди слушают эти мелодии у себя в голове так вот для того чтобы все стало на свои места нужно осознаться и понять что очень много чего происходит в иллюзорном мире так вот как же люди все-таки соно встраивались друг с другом для того чтобы передавать образы для того чтобы телепатить или правильно передавать образы казани и дали попросту казать во первых я уже сказала что говорила в предыдущих видео до что у нас был каладарь ну или то что сейчас называется календарем и у нас внутри календаря были периоды богов у богов есть свои съестные атрибуты то есть пища которую кушалась исключительно в этот период так вот представьте себе ситуацию что люди раньше да и сейчас узнают об этом от древней православии они кушали целый период там например две или три шизнице одинаковую пищу вот четко одинаковые ингредиенты да они могли там в разном порядке чередоваться но определенный набор ингредиентов а что происходит если мы начинаем кушать одинаковую пищу наши биологии то есть наша основа физическая становится точно такой же как у всех других людей мы сон настраиваемся на уровне биологической индукции понимаете а сейчас кто на что гораст кто чем занимается конечно эти даже в семье дети у нас уже и наши дети они столовские прошили кушать в столовой супруг уже непонятно в каком перекрученном состоянии то что он тоже там где-то в кафешке обедал мы дома не успели приготовить например там заказали доставку и все мы с разной биологии а потом мы удивляемся почему я думаю говорю о мне не понимают то есть это какая у нас дихотомия на уровне взаимодействия друг с другом если даже мы говорим и мы друг друга не понимаем какое тут казани какие тут могут быть энергопотоки друг другу на биологическом уровне если мы друг друга вообще не чувствуем так что тут все очень серьезно и нужно над этим вопросом подумать это третий момент и четвертый момент для того чтобы открыть себе форму казани а ну передачи образом нужно во первых уметь это делать формировать образы а у нас доминирует звуковое сознание потому мы будем таком объеме говорить образное сознание у нас будет спать потому что если мы посмотрим на центры головного мозга то звуковое сознание по центрам она будет превалировать она мощнее а вот образное сознание то есть передать образом зачастую страдает а кто смотрите в течение дня мы все думаем 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 размышляем но вот эти размышления они как паразиты в голове бегают то есть они как бы не дают нам не решение не осознание не понимали просто гуляют по нашей голове как жвачку а в детстве помните как говорят вот там представила засмеялся хотя уже давно не анекдот там или история она не звучала а почему потому что детстве еще сохраняется образное мышление потом нас отдают школу и говорят читаем слух спрашивают на всех уроках слух все преподавание у нас идет через ухо то есть мы все слушаем музыка через слух и только художники только люди отшельники которым чуждо огромное количество информации слуховой голосовой они способны к телепатии или попросту казани потому что они мыслят образами вот если вы на слова реагируете образами у вас есть способность казани если вы не видите образа у вас все не модулируется даже не реагируете уже даже за такого объема информации у вас не выстраивается смысловой ряд из образов значит вы далеки от казани чем меньше мы языком третьем тем быстрее мы придем казани чем больше мы разговариваем тем дальше вы от телепатии и в целом от передачи образом все легко все просто и не надо думать что вы ну как-то как бы это сказать как то у вас все надумано что вот откройте мне видение откройте мне видя откройте мне видя сколько я уже вот я не знаю вот как вам объяснить как людям объяснить что любая способность это потенциал плюс отсутствие факторов которые мешают все то есть уберите болтовню сонастройтесь хотя бы с близкими через питание прекращайте там например все время слушать какую-то современную музыку и все копите потенциал различными своими методами которые считаются девственно действенными и у вас откроется видение откроется телепатия все очень просто но я надеюсь что эта тема была вам интересно потому что мне многие спрашивают и я так понимаю что это тайна за семью печатями никто особо не понимает в чем суть но мы с вами будем такие темы поднимать чтобы вам было легче распознавать где же истина с чем ее едят как она выглядит чтобы начинать эволюционировать а точнее возвращаться к себе потому что казани это норма для человека просто мы попали сейчас такой ситуации где мы вынуждены очень много и очень часто разговаривать я вас благодарю пусть у вас все ладится получается всего доброго до свидания